Первая советская женщина-диктор удостоена звания народной артистки, кумир миллионов. Её передачи смотрела вся многонациональная страна. В этом году Валентине Леонтьевой исполнилось бы 99 лет. В честь её дня рождения к памятнику тёте Вали возложили цветы поклонники творчества и деятели культуры. На торжественную церемонию приехала племянница звезды экрана Ольга Терешина. В детстве Ольга Борисовна не раз приходила в студию, где записывали программу «Спокойной ночи, малыши». Атмосфера центрального телевидения завораживала маленькую Олю. Когда племянница подросла, она и сама стала участвовать в создании телепрограммы. Она никогда не рассказывала, но сценарий изучали мы вместе. Вот когда я приезжаю на совещание, какие-то там командировки, сидит в кухне, как всегда, ночью, и начинает, вот давай, ты читай, ты смотри, я буду рассказывать вот эти вот. А на самом, в самом зале тоже была такая доброжелательность. Никакой там выключить, остановить этого не было. Вот как идет, начинается эта передача. Так она без остановок, без перерывов так и шла. По словам Ольги Борисовны, тетя Валя была очень простая и душевная в общении. Никаких признаков звездной болезни у Валентины Михайловны не было. Ну, она, во-первых, была для меня не тетя, она была просто Валя. Это одно. Во-вторых, она была семейная, наша семейная, член семьи. Очень, очень всех всегда встречала. Кто бы ни приехал, я звоню, Валентин, там вот мои девчонки едут в Москву, попробую. Все без разговора. И какие вопросы, какие там неурядицы, всем помогала. Напомним, Валентина Леонтьева вела еще и программы «От всей души» в гостях у сказки «Будильник, голубой огонек» и «Умелые руки». Ее имя носит Ульяновский театр «Кугол», а также Международный фестиваль кино и телепрограмм «От всей души». В начале августа в Домах культуры и кинотеатрах пройдут мероприятия, посвященные диве голубого экрана. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.